20 октября 2017 года Балтийский флот потерпел сокрушительное поражение у Манзунского архипелага. Немцы полностью заняли острова. Военное руководство рассчитывало, что на помощь балтийцам придет сильнейший в Европе британский флот, однако Альбион отказался помогать России. 22 числа чрезвычайный посланник России в Лондоне Константин Набоков прислал в Петроград телеграмму о том, что королевский ВМФ не в силах облегчить положение союзников. Именно в тот день, когда стало очевидно, что Россия не в силах остановить врага на Балтике, правительство решило вывести революционные войска из фактически беззащитного перед лицом германской армии Петрограда. Петросовет тут же обвинил Керенского в том, что он губит страну и готовится сдать столицу Вильгельму. Совет, в отличие от премьера, собирался сражаться за колыбель революции. Он призвал к приведению гарнизона в усиленную боевую готовность, реорганизации милиции, чистке реакционного командного состава воинских частей и организации комитета революционной обороны. Керенскому же не нужна была армия на фронте. Вооруженные силы он использовал для войны с собственным народом. 22 октября Петроградское телеграфное агентство сообщило, что на территории Подольской губернии против недовольных крестьян правительство использует кавалерию и броневики. Эти меры не позволили премьеру остановить революцию, до которой оставалось всего 16 дней. Редактор субтитров А.Семкин